Ну что, друзья, сегодня я, наконец-то, впервые могу записать видео, записываю в хостеле, в Вильнюсе. Сегодня мы уже, так, девятый день, получается, сегодня мы в Вильнюсе. За это время очень много произошло, жизнь очень насыщенная. И самое главное, знаете, что в этой жизни, это пропал страх, пропала тревога. Это очень быстро, удивительно, как быстро человек забывает весь тот ужас, который был с ним в Беларуси. Как быстро он хорошо привыкает к хорошему. Как быстро ты перестаешь дергаться от того, что мимо проезжают полицейские. Наверное, уже на второй-третий день ты понимаешь, что полицейские – это люди, которые тебе помогают. Это люди очень доброжелательные, это люди, которые тебя защищают, которым ты можешь обратиться по любому вопросу, который у тебя возник. И вот на фоне этого отсутствия страха, на фоне этого спокойствия, когда я уже сплю ночами, то, о чём я забыла давным-давно в Беларуси, когда за ночь я просыпалась, вставала и ходила по квартире, смотрела в окна, не прибавились ли новые машины там, и не появились ли новые люди, есть ли какие-то изменения в доме напротив и так далее. Когда ты берёшь телефон и не можешь заснуть, и можешь несколько часов читать, просто для того, чтобы уже утомиться, читая что-то серьёзное, с какими-то аналитическими выкладками, просто для того, чтобы уже успокоиться от этой рутины и уснуть. То есть засыпаешь на час, и буквально там через час просыпаешься снова, снова берёшь этот телефон, поднимаешься, ходишь, прислушиваешься. Любой звук там, иногда бывает, что во сне, прям абсолютно как по-настоящему, ты слышишь, что в замочной скважине поворачивается ключ, и к тебе кто-то входит, и ты подхватываешься, это всё очень реально. И вот всё это очень быстро пропало здесь, очень быстро наступило это спокойствие. Вы знаете, я очень боялась этого спокойствия, я очень боялась этого эмигрантского состояния, когда ты просто вливаешься в эту жизнь, в простую такую жизнь, о которой ты уже забыла, о которой ты очень сильно мечтал. Когда тебе хочется просто что-то готовить, убираться в своём доме, читать, гулять по улице, восхищаться. Там вот за окном уже липа выпустила листья, несмотря на то, что у нас пятый день идёт снег здесь в Вильнюсе, там зацвела сакура, и ты этим всем наслаждаешься. И мне страшно было, что я забуду, я успокоюсь, и Беларусь останется у меня за спиной. Наступит вот эта обыденная жизнь. И что я вам хочу сказать, что нет, нет, ты всё равно, это связь, всё равно я начинаю своё утро с чтения наших чатов дворов, в которых я состою. Я не могу сказать эти чаты для того, чтобы не рассекретить своё местоположение, свои квартиры в Минске. Начинаю я с этого, начинаю я с того, что произошло в Беларуси. Я не хочу и не буду перерезать эту поповину, которая меня связывает с Беларусью. И сейчас. Я не хочу и не буду перерезать эту поповину, которая меня связывает с Беларусью. И на фоне этого, что я вам хочу сказать. Вот сейчас как раз я готовилась к видео, включила телефон и посмотрела очередное видео Максима Шабуцкого, где он говорит о конфликте между Макаром и Ольгой Карач. Я видела Ольгу Карач уже здесь, в Вильнюсе. Мы ещё не общались, но мы были вместе рядом на акции под Российским посольством, где она выступала, свободный микрофон я говорила. Мы, в принципе, на каждой акции сейчас, которая здесь диаспора устраивает в поддержку Беларуси, присутствуем. Сегодня мы идём на Чернобыльский шлях. Это очень важная акция для меня. Я думаю, что там тоже будут присутствовать все, и Ольга Карач в том числе. И вот именно в этой поповине, в этой боли о Беларуси, в этой чувстве того тотального страха и ужаса, в котором живут сейчас белорусы, в котором всё очень мрачно. Я переписывала вчера со своим товарищем, и для него он всегда ходил на чернобыльские шляхи. Для него очень больно то, что сегодня он не может это сделать. То, что шаг лево, шаг право – это действительно как в концлагере расстрел. Я хочу поддержать обращение Максима. Я хочу то же самое, я говорила и сейчас говорю. Да, это некрасивые слова, хотя все белорусы ждут от нас объединения. Все белорусы ждут от нас чёткой и ясной программы. У нас один враг – Лукашенко. И сейчас я вижу, как из каждого угла, из каждого утюга, из каждого холодильника начинает литься различный компромат, грязь, различные вообще даже самые такие глупые, самые невообразимые теории. Вы видите, одно из них я не убрала под своим видео для того, чтобы поссорить нас, для того, чтобы унизить нас, для того, чтобы столкнуть нас друг с другом. Мы люди из различных партий, мы люди с различными политическими взглядами. Возможно, у нас разные взгляды на деньги, на политическое устройство в будущей Беларуси. Но у нас один враг – Лукашенко. И самое главное, что мы должны помнить и знать, что сейчас идёт война компроматов. И эта война компроматов будет только раскручиваться. И каждый наш скандал, каждая наша публичная ссора, каждое наше публичное выяснение отношений играет на руку Лукашенко, играет на руку Тертелю, Карпенкову. Я сейчас в безопасности. Моя дочка сейчас в безопасности. Но там осталась моя вторая дочка. Там осталась моя внучка. Там остались мои товарищи. Там остался Сергей Спариж, которого сейчас идёт суд. Мать которого присутствует на суде. Там остался тот же Максим Шабуцкий, который тоже годится мне в сыновья, и которого каждую минуту могут убить, пытать. Там остался Николай Дедок, Андрей Войнич, Евгений Афнагель. Там лидер нашей партии Николай Статкевич. Сегодня 330 дней, 11 месяцев, как он находится в заключении. 11 месяцев в заключении находится Сергей Тихановский. И только наша смелость, объединение и умение противостоять этому, этим ужасным, этим попыткам нас рассорить, этим попыткам нас дискредитировать, сделает из нас настоящую силу, которая сможет победить Лукашенко. Поэтому я, это видео будет для моего канала, я ещё раз прошу и обращаюсь ко всем. Давайте не будем лить воду на их мельницу. Я всегда заканчиваю «Живи, Беларусь», но сейчас я буду заканчивать по-другому. Сейчас я могу себе это позволить. Лукашенко пошёл вон, пошёл вон крыса. Хочется ещё сказать, чтоб он сдох, но не буду, он от этого становится сильнее. Всё-таки «Живи, Беларусь», и Лукашенко пошёл вон. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова